Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молоковой. Сегодня у нас в гостях начальник отдела налогообложения и имущества Управления Федеральной Налоговой Службы по Чувашии Дмитрий Иванов. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Дмитрий Александрович, предлагаю поговорить на такую тему, как налогообложение обычных граждан. По-вашему, это физических лиц. До 1 декабря все должны заплатить налог на имущество. Что это за налоги и какая сумма поступает от них в бюджет? Да, совершенно верно. Остается совсем немного времени до истечения сроков платы физическими лицами имущественных налогов. 1 декабря 2017 года владеет объектами недвижимости, таких как квартиры, жилых домов, дач и других объектов недвижимости, трассных средств и земельных участков должны уплатить земельный налог, транспортный налог и налог на имущественные лица. А имущественные налоги уплачиваются на основании налоговых уведомлений, которые направляются налогом органам и на основании тех платежных документов, которые приложены к нему. При этом следует отметить, что не направляясь налоговедомления лицам, которым пользуются льготы по уплате этих земельных налогов, также лица, по которым сумма на счет налога составляет меньше 100 рублей. Также граждане, загистрирующих в интернет-сервисе личных кабинетных платежиков, получают налоговедомление не по почте на бумажном носителе, а в электронном виде в личных кабинетных платежках. Поэтому к ним тоже не приходят по почте. В том случае, если все же по какой-то причине налоговедомления налоговедомления налоговедомленный 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 Обратится налоговый орган по своему усмотрению с заявлением, бланк которого прикладывается к налоговым уведомлению. В том случае, если отсутствует этот бланк, заявление можно подать налоговый орган в произвольной форме. Получив данное заявление, налоговый орган рассматривает его в случае необходимости, направляет состоящий регистрирующий или иной орган запросы, уточняет необходимые сведения. В случае, если подтверждаются данные в обращении платежика, направляет ему ответ, если есть необходимость, производит пересчет налог и также ему направляет, уточняет налоговое уведомление. Это, наверное, касается тех вопросов, когда приходит налоговое уведомление на имущество, которое было продано давным-давно, но каким-то образом то ли до вас сведения не дошли, то ли до регистрирующих органов. Да, совершенно верно. Такое тоже бывает в ситуации. Хочу сказать, что налоговый орган осуществляет налоги на самые те данные, которые поступают из регистрирующих иных органов, органов миграции. И поэтому, да, бывают такие случаи, когда эти данные не совсем актуальны. Поэтому призываю всех наплательщиков более внимательно смотреть те полученные уведомления, которые и в случае каких-то неточностей сразу об этом сообщать. Какая сумма поступает ежегодно от поступления таких налогов? Это значительная часть бюджета или все-таки так? Ну, да. Например, на текущую дату в 2017 году поступило около 750 миллионов рублей. И эта сумма по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилась на 18%. Увеличилась она потому, что у людей имущество стало больше или сумма налога увеличилась? Ну, здесь много факторов. Но больше начали активно на платежке физические лица уплачивать эти налоги. То есть мы на постоянной основе проводим вирусную кампанию необходимости уплачивать современные эти налоги. Заобщаем, как можно оплатить, где можно оплатить. Также в этот момент хочу сообщить, что налогоплательщики могут оплатить указанные имущественные налоги из любых удобных способов. Либо в отделении кредитных учреждений, в отделении Почты России, в кассах МФЦ, либо через личный кабинетный налогоплательщик, либо на Почте России, как я сказал. Дмитрий Александрович, ну вот такая ситуация. Первое число – это такой день Х, когда все должны оплатить, иметь на руках оплаченные квитанции. Но вот кто-то не оплатил до первого числа, а второго уже начинает исчисляться задолженность. Считается задолженность, уже начисляются пени на каждого человека. Вот давайте вот так вот, чтобы было понятно. Налог, допустим, мой составляет тысячу рублей. Я не успела оплатить до первого декабря. Вот какие пени будут начисляться на мою эту сумму налога? Да, совершенно верно. Начиная со второго декабря, в случае, если платежщик не уплатил имущественные налоги, автоматически начисляется пени. Размер пени определяется, исходя из ставки рефинансирования. Этот размер градирует от 1,03 до 1,150 за каждый день просрочки. Если, например, как вы сказали в примере, с тысячи рублей за день просрочки сумма пень составляет от 30 до 60 копеек в день. За месяц эта сумма уже набегает от 8 рублей до 16 рублей. Но всегда вовремя можно спохватиться и оплатить те же самые 4 рубля, допустим, да, рубль 20, если вдруг что-то не так, да? Да, совершенно верно. В том случае, если человек к какой-то причине, всякий случай бывает, не совместно оплатил налоги, он может узнать всегда о сумме задолженности, либо обратиться в отделение Сбербанка, через терминал, выбрав услугу, оплатить налоги. По НН он может узнать свою задолженность текущую на момент оплаты. Также он может оплатить, воспользоваться этим услугам банка, текущую задолженность и пень на день обращения. Еще вот такой вопрос. Вот когда оплачиваешь штрафы ГИБДД, допустим, да, если ты оплачиваешь в определенный срок, ты платишь 50%. Есть ли какие-то льготы, послабления, скидки, опять же, в уплате налогов? Или такое не предусмотрено? При уплате задолженности и пенье скидки нет. Но есть другие послабления при уплате налогов. Как я уже говорил раньше, все владельцы объектов недвижимости, земельных участков и транспортных средств обязаны уплачивать имущественные налоги. Но при этом законодательство дает право на законных основаниях не предоставить уплату этих налогов в виде представления отдельной категории платежков, льготы по уплате их налогов. Либо в полном объеме, либо в частичном объеме. Дмитрий Александрович, ну вот когда оплачиваешь штрафы ГИБДД, идет 50% скидка, если ты быстро оплатил. Есть ли какие-то льготы и скидки в уплате налогов? Да, действуемые законодательства предусмотрены скидки и вычеты и льготы по отдельным категориям граждан. Как я уже говорил ранее, владельцы объектов недвижимости, земельных участков и транспортных средств уплачивают имущественные налоги. При этом отдельным гражданам представляется льгота в виде полного или частичного освобождения от уплаты этих налогов. Ну это, наверное, та же самая категория, льготная категория граждан, которым нужны налоги по уплате ЖКХ или за другие какие-то услуги. Ну они, конечно, отличаются, эти категории граждан. Так, например, по уплате налога на имущественных лиц у нас подусмотрены более 15 категорий граждан. Ну, всех это причать не буду, скажу только основные. От уплаты налога на имущественных лиц на территорийской федерации освобождаются полностью пенсионеры, инвалиды первых и вторых групп, также лица, достигшие пенсионного возраста. Это основные категории граждан, которые освобождаются уплаты налога на имущественных лиц. Ну, при этом следует отметить, что есть исключения при представлении льготы. Льготы представляются только в отношении одного объекта недвижимости из следующих видов групп недвижимости. Квартир или комнаты жилой, дом, гараж, либо машинное место, хозяйственное строение до 50 квадратных метров, либо помещение строения, используемое для мастерских, художественных выставок и так далее. То есть если у пенсионеров в собственности две квартиры, две мастерские или два гаража, то за один платить надо обязательно? Да, совершенно верно. При этом за тот объект, который необходимо уплачивать налог, за который приставляется льгота, выбирает самоплательщик. То есть обычно делается за тот объект дорогой, которому сумма налога наибольшая, потом выбирается льгота. Ну, следует отметить также, что приставление льготы носит не обязательный характер, а заявительный, а видный характер. То есть для ее получения владелец объекта недвижимости, который претендует на получение льготы, должен обратиться с этим заявлением в налоговый орган, для того, чтобы получить. В том случае, если налоговый орган не получил такое уведомление, заявление, он не располагает необходимые сведения. То есть на платежку, в данном случае пенсионерам, будет исчисленный налог и направленное налоговое уведомление. Куда нужно обратиться с такими заявлениями пенсионерам или льготникам, чтобы заявить о своих правах на неначисление налога? В данном случае на платежку можно обратиться в любой налоговый орган, где ему удобно по выбору. По телефону можно, да? Либо по месту нахождения объекта недвижимости, либо по месту прописки. Можно это сделать при личном посещении, либо через лично кабинетного платежика, либо обращение через сайт ФНС России. То есть как ему будет удобно. Но опять же хочу оговориться, в том случае, если ранее человек уже обращался с этим заявлением, ему уже была предоставлена льгота, повторно уже о ней заявлять налоговое уведомление не следует. То есть это один раз можно сделать и освободить? Раз, два. Да. В том случае, если у него льгота бессрочная, в неограниченном периодом времени, то ему уже беспокоиться больше о этой льготе не следует. Ну да. Спасибо большое, Дмитрий Александрович. Я надеюсь, что действительно все граждане России исполнят свой долг и с 1 декабря, и до 1 декабря уплатят налоги те, кто еще это не сделал. Ну и постараются сделать это быстренько, чтобы большие пени не начислили, но все-таки надо беспокоиться о своем бюджете тоже. Спасибо большое, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Я напоминаю, что обязательно заплатите налоги и спите спокойно. Я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»